так всех с добрым утром утро у нас начинается с яблочного уксуса вот поспешили сейчас полина кидала трубочку во первых надо выпить через трубочку чтоб на эмаль не действовала и мелкими глотками а на завтрак я приготовила овсяную кашу на уже сварила сейчас настоится и будем добавлять каждому свое в тарелочку за окном также скользко ничего не меняется а мы сегодня будем праздновать день рождения полина сегодня выходной а так как у нее среди недели было ну там оставь в стакане так как среди недели был день рождения праздновать будем сегодня так что сейчас сейчас поедим вот ну что делать конечно у нас не будет сильного застолья просто обычный ужин и все чисто отметить день рождения моя сестра двоюродная обещала полине испечь торт наполеон она ждет вот так как я уже не занимаюсь такой едой поэтому поэтому я такими делами не занимаюсь вот сестра привезет торт вернее мы поедем она сейчас на работе мы поедем за тортом к ней домой привезем а потом она уже приедет с работы но мы сейчас будем готовить позавтракаем до полина кто чем займется полина уроками да я готовкой ну все приступаем к завтраку а завтра пиццу закажем полине вот и суббота и воскресенье все будет в еде для полины день рождения 14 лет теперь надо идти паспорт делать идти фотографироваться паспорт оформлять будешь теперь гражданин россии с документами хотя у тебя тоже был документ свидетельство рождения обложку уже купили заранее ну что сейчас буду мариновать мясо здесь у меня две упаковки куриного мяса это у нас куриная голень и посмотрите она называется на косточке но как бы она без косточки вот эта кость да она срезана то есть вот такая экономия и посмотрите ряд у меня здесь специи приготовил сушеный чеснок так что у нас кориандр дальше это мускат паприка копченая каенский перец это у нас карри это нас куркума соль гималайская и черный перец и орегано и добавлю в этот раз соевый соус вот надо его уже докончить там чуть-чуть осталось вот сейчас во всем этом замариную поставлю в холодное место и займемся другими делами ну что мясо я замариновала все поставила выложила на этот на балкон благо сейчас холодно потому что место в холодильнике нет вот и сейчас мы едем за тортом заехали на заправку сейчас надо заправиться то бензин на нуле и поедем дальше вот по дороге еще обратно заеду в озон надо забрать там кое-какие посылочки тоже заодно вам покажу у меня знаете сейчас такое настроение по поводу полинки все-таки 14 лет я хочу вам показать и сейчас даже покажу как она росла как мы праздновали дни рождения возьму отрывки из наших предыдущих видео посмотрите какая она была маленькая потому что не все это видели потому что очень интересно мне кажется как дети меняются с возрастом год там 35 ну и так далее вот что хочу сказать вот пока остаюсь жду что очень разница такая большая помимо 10 лет было одной в 10 прям поменялась сразу другой характер как будто другой ребенок вот если до 10 лет она была таким наивным ребеночком маленьким такой девочкой до улыбающийся как говорится радуясь этому миру с открытыми глазами то уже после 10 лет она прям изменилась ну прям даже для меня прям в конкретно другую сторону но не в плохую конечно а в ту сторону что нас такая посерьезнела такая серьезная стала вот уже о чем-то начала размышлять вдумываться но я помню слушала экстрасенсов тоже но такой он не то что экстрасенс но нумеролог психолог вот что-то все общее вот он сказал что человек вообще любой человек каждые 10 лет меняется но в принципе я могу сказать и по себе что до каждые 10 лет в 20 мы одни в 30 другие 40 50 ну и так далее ну все мы продолжаем наш путь окно подъезжаем мы к дому сама сестра как я уже еще раз повторюсь она на работе сейчас торт заберем а то она хотела брать его на работу собой с работы брать торт и ехать к нам ночью мы облегчили участь сейчас приедем торт возьмем а она уж с работы к нам заедет ну вот самый первый день рождения полины вот такая девочка была девочка припевочка наша полина все ее поздравляю после поздравления полины мы решили организовать конкурсы каждый вытаскивал задания и выполнял эти задания ой и написала ему вертолетик самолетик вот самолетик катаете ее сейчас полина развеселится да полина полина куда что полетите интересно тихо 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 на люстру ну а мы продолжаем веселиться вот такого жирафика ей подарили на ее день рождения и вот сразу решили с ней на этом подарке и покататься а здесь уже полине два года как вы видите по свечкам немножко подросла немножко изменилась первый раз она уже сама задула эти свечки и ей очень понравилось задувать эти свечки она просила несколько раз мы неоднократно зажигали опять эти свечи она их тушила уж дюржи нравился ей этот процесс а теперь через годик полинка будет три годика мы еще свечки зажжем да да ну а здесь как вы уже догадались тут три года вот такая красивая свечка и история опять повторилась она неоднократно просила еще зажечь ну вот наступил следующий день рождения здесь уже полина большая ей исполнилось 9 лет пришли к ней подружки это уже со школы подружки пришли поздравлять ее с днем рождения вот так мы украсили шариками ура 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 у полины день рождения сколько полине лет исполнилось всего 9 всего уже 9 Вот такие красивые шарики мы тут украсили. Кто английский хорошо знает, что здесь написано? Happy birthday. Да? Знаете? Мы даже в школе на каждый день рождения орём happy birthday. А переводится как? С днём рождения. Да? Молодцы. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, Полина! С днём рождения тебя! Так, загадывай желание и дуй свечу. Свечка у нас вот такая красивая в виде платьица. Загадывай и дуй. А мы тебя поаплодируем. Аплодисменты. 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 Это бывалость умнее, мама. Ну? Конечно, тоже маленькая. До того, как тебе исполнилось 9 лет, ты была маленькой. Так, теперь будем резать вам торт. Вот, на стол встанешь. Конечно, очень интересно посмотреть старые видео. Их у меня достаточно много. В то время я ещё не занималась каналами. Снимала чисто для себя. Но всё сохранилось, как говорится, в домашнем архиве. И с вами делюсь. Так, ну всё. Выложила своё мясо, которое мариновалось. Вот, всё вместилось в мою формочку. Сейчас будем убирать. Накрою сейчас фольгой и в духовку. Всё, отправляем в духовочку. Ну вот, получила бутылку. История с... Как её? С геркулесом. Даже не хочу сейчас на ней останавливаться. Вот геркулес. Тут все пачки повреждены. Ещё три там отсыпаны. Половина пустые, не представляете. Там вот здесь 500 грамм. Я взвесила на весах. Там по 300 грамм. Они то ли отсыпали, то ли дороги просыпались. И вот здесь они обернули. Вот. Сделала возврат товара. Будем ждать. Должны вернуть деньги. Так, а это у меня бутылка. Сейчас тоже распакуем. Посмотрим, что там внутри. Но это хоть запаковано. Единственное, понравится на мне или нет. Это уже другой вопрос. И вот моя бутылочка. Но в этот раз пришла та, которую я хотела. Единственный только минус. Здесь не литр. А 800 миллилитров. Конечно, хотела литр. Но уже в продаже не было её давно. Поэтому заказала 800. Но дело в том, что и 800 хорошо. Если вот так вот в дорогу брать. Не такая тяжёлая будет бутылка. Вот. Сумочка. Ну, достаточно. Так, всё работает. Всё. Серенькое. Класс. Ремешок. Так, достала из духовки мясо. Посмотрите, какое сочное, аппетитное получилось. В собственном соку. Красотища. Тут картошку поставили варить. И ещё достала теперь кексики. Это кексики я для себя приготовила. Так как я не буду есть торт Наполеон. Который приготовили из тех продуктов, которые я теперь не употребляю в пищу. Мои кексики. Это кокосовые кексики. Все те же самые. Так что вот так. Тут картошечка уже готова. Тут свекла. Тут салатик дорезаем. Всё. Скоро будет всё готово. И будем садиться за стол. Так. Ну, мы уже присели. Сестры ещё нету. Она ещё с работы. Сейчас только позвонила. Сказала. Приедет попозже. Да. Так что мы садимся. А она приедет. Что-то у меня с камеры происходит. Что-то отключается, отключается. Не могу дописать то, что говорю. Ну, в общем, садимся. Она приедет. И тогда ещё и раз сядем. Так. У нас получается тут стол один на двоих. Смотрите. У всех картошка, мясо. Свекла со сметаной. Салат. Так. Это у всех. А у меня отдельное блюдо. У меня гречка с мясом. Салат отдельный. Так. Так что я сюда добавила в салат. Оливковое масло. Никто не захотел с оливковым маслом. А свекла. Это у меня тут соус с кешью. Вот. Вместе со свеклой. Со сметаной я не стала есть. Так что вот такой у нас, можно сказать, разноплановый столик. Все были в шоке на свадьбе. Все орали, кричали. Смотрите, что нам поставили. Так, подожди. Прямо на свадьбе у вас? Да. Специально показываем вам вот эту водку. Смотрите. Пшеничный советских времён. Вот. Она даже запечатанная. Вот сохранилась до сих пор. Ещё четыре бутылки у нас. Представляете, вот сколько лет она стоит. И никто не пьёт. Никто не пьёт. А это вино, собственно, приготовление. Это что, с Львовой, да? Да, с Львовой. Но мы вот не пили сейчас. Вот они вдвоём попьют. 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 Полина! Выпьем за здоровье. Иди за твое здоровье будут тут праздновать. Так, именинница пришла. Сейчас будем желать ей всего хорошего. Так, у кого стаканы, наливайте. Наливаем. Правда, на камеру такое, наверное, не делается. Какая она чистая. Прямо как вода, да? Как говорят, как слеза, да? Да, как слеза. Как слеза. Ну, прям как спецы. Сейчас пшеничные. Пшеничные. Кто помнит эти времена, напишите в комментариях. Кто помнит такие времена. Эту водку. Так, ну всё. Поздравляйте именинницу. Ой, Полиночка, мы тебя поздравляем. Желаем тебе здоровья, хорошей учёбы. Ну, а что ещё дальше? Как здоровья крепкого. Здоровья и удачи. И удачи. Самое главное удачи. А так она девочка умненькая, всё будет ей хорошо. Да. Отличных успехов в музыке. В музыке, да. Скоро у неё конкурс, да? Будет играть. Ты ещё не решила поступать дальше? Ну, мы подумали. Может, в училище пойдёт. А что, попробую. Одну профессию получит, а там вторую какую-нибудь получать. Да, музыка это... Музыка нас связала. Музыкальное училище у нас московский очень хорошее. Учителя очень сильно, очень хорошие. Да, ты знаешь? Да. Я же хотела туда поступать. В Новомосковск? Да. Да, да. А сейчас... Хотела когда-то. Не знаю. Я матери твоей сколько говорила? Она... Ну, внимательно. Так, ну вот торт, который мы сегодня привезли. Нож. Да. Ножницы. Давай. Без неё торт не открывали. Ну, Наполеон, это классический торт. Ну, Наполеон заказала Полинка. Она его очень долго ждала. По заказу именинницы. А кто она? А кто она? Она... Тётя. Тётя. А, двоёрная тётя. Двоёрная. Ну, короче, родная. Мне двоёрная сестра. О! Большой. Вот какой тортик. Ты ей сказал, какой он? Домашний. Да. Наполеон. Какой же он. Уже сказано давным-давно. Вот такая красота. Какой вкусный. Да, плохо мне нельзя есть. Ой, ну как мне надо попробовать? Нет, нет. Какой пахнет. Мне ждали все это торт на работе. Лен, ты хоть нам дашь понюхать? Они понюхать, да. А ты не привезла. А я не привезла. Они ждали, когда нам привезёт понюхать. Зато нам эти не заказы. Мы говорим, заказы заранее, за месяц. С таким графиком, как у меня, только за месяц. Йогурт, то и крем, что угодно. Всё, заказ. Вот теперь она говорит. Так что, кто с узловой, с новомосковской, делайте заказы. У нас свой кондитер. Теперь. Да. А на кто у нас? Кондитер. Нет, а кто начислится? Кто ты числишься? Кто ты числишься? Ну ты же оформила, кто ты есть. А, ну, как самозанятый. Ну, самозанятый, верно. Самозанятый кондитер. Да. Печёт на дому. Да. Заказывает. Полина, торт тебя ждёт. Полечка, давай. Так, ну давайте. Начинаем резать торт. Начинаем резать торт. Дядя Курля, ты куда пошёл? Ну давай, давай. Давайте. Наконец-то Полина дождалась своего торта. Да. Как правильно, да или нет? Торта, какая разница. Неправильно, человек. В этом году у нас торт без свечек. На следующий год будем свечки ставить. 15 лет. Да, Полина? Прямо такая круглая. Столько не уместится? Нет, а есть цифры. 1,5. А ты сколько собралась? Выкладывай сразу на тарелку. Вот такая сейчас лопаточка. Да, ну да. Давно продавали, да, в фикс прайсе. А теперь делаю. А теперь на тарелочку. О, красота. И делай, нажимай. Куда нажимай? Тарелочка маленькая. Смотрите, сейчас у вас на бок. На бок. Нет, лучше вот так. Еще не получилось. Так что тарелочки маленькие. Почему похожи в разрезенных салок? Ну, только что снимать оттуда удобно, да, получается? А так на тарелку не очень. Вот, Полина, твой тортик. Вот такой красивенький. Видишь, два крема, да, получается? Внизу один, что ли, да? Нет. Там они... А посмотри, он часть... Темненькие, это просто коржечки такие. Да? Темненькие. Я вот этот потоньше тебе. Коржей, Полиньки. Так. Ну, пока в нету такого. Полина, ну, дегустируй. Дядьку, надо тарелочку. Я не знаю, ложку или что. Ложкой едят? Белкой вообще едят. Белкой? Давай, белкой. Так, ну, деду-то надо, дайте тарелку. А что такая мощная? Ну, вот так. Давай, пробу снимай. Давай. Так, ты снимай пробу? Не-не-не, давай. Сейчас достанем еще. Давай, мы сейчас еще давай. Мы сейчас смотрим дегустаторов первых. Ну и как? Давайте. О-о-о, смотри, все молчат, никто ничего не говорит. Все язык проглотили. Да? Проглотили? Так, приходи надо. Все. Вилку надо. Нам на похороны. И нам дали больше. Может, раньше же были магазины, вот эти ритуальные? Нет, нет, нет. Это мы сейчас разговариваем. Про водку она нам тут интерес составляет. Во-первых, она стоила 10 рублей. Во-вторых, мы хотели посмотреть, от какого на года. И вот тут на обороте, вот, я не знаю, будет видно или нет через камеру. В общем, мы разглядели, что она 1991 года. Вы представляете, сколько она у нас стоит. Вся в запечатанном виде. И вот. 31 год Родион. 31. А, да, Родион, он с 91. И вот, с 31. Ой, с 31. Это 91. 31 год. Они ровесники. Родион и водка. Вот, да, как их достоялось. Я даже не могу. Ай, кошмар. Ну, надо так вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова